здравствуйте мои друзья с русского коннектику там кто нас просто смотрит или просто вот заглядывает иногда одним глазом ну сегодня у меня в принципе интересный выпуск будет я много чего расскажу вот я пропадал не просто так был забить хрен знает чем по американской жизни значит начнем с того что наплевывается моя годовщина я год назад примерно около начала лета начал вещать вышел первый русский коннектику джизи это был музей дэнбори так что ребята вот прошел давайте подумаем чего этот год умудрился вытворить во первых новый год прошел мы и отправил больше хорошее количество посылок где-то мог россиянам подарить какие-то подарки из америки это тоже начало потом продолжил я проектом 9 мая он меня конечно очень удивил скромный народ конечно но все равно он меня к чему-то привел я знаю сто процентов данному человеку я постараюсь это следующая неделя я ему просто много чего накуплю возьму и положу в коробку я думаю что по цене я сойдусь дело не в деньгах дело в потраченном времени и вот человек хотел и сделаем как-то понравилось но я люблю чтобы знаешь знаете как-то было по-человечески просто это я тоже сделал теперь у меня следующий ивент 23 августа кто узнает почему на 23 августа какой будет поминальный ивент который я буду проводить по новой англии это больше интересно одну секундочку непонятно кто звонит мне тоже надоело и снова я с вами мне пришел звонок от очень крутых кидалов мы к ним еще сегодня вернемся вот она солнышко садится в новой англии направляюсь должен буду купить бензина потому что я в америке будет такой праздник я торшел чуть-чуть от темы но у меня смесло ну ладно запись то вживую как говорится ну блин блин мне эти индусы заколебали блин короче сейчас делаем про них видео будет эти в конце короче но как бы сказать 23 число кто знает что напишите 23 августа я только скажу это было в 1942 году первый раз на новой англии это будет памятным днем я оставлю первый колышек по этой истории не даю ходить по россии потому что это ходить нельзя люди очень обожают при том они обожают переписывать историю рассказывать все какие-то небылицы от которых просто шататься можно и вообще все это вместе потому мы с вами будем 23 числа отстаивать гордость конечно это страшная гордость это в мягко нельзя даже сказать гордостью я хочу их немного долбануть так по истории потому что они тоже потеряли примерно в это время то есть раньше чуть позже они потеряли 2000 американских матросов и около 4 до 5000 матросов англии и никто о них не хочет вспоминать они все закрыли все замяли я вот тут недавно материал собирал скоро выйдет видео то есть я обязательно там фото будет мои комментарии на эти фотографии я дозову в память конвоя пикю именно 17 то есть отсюда шел три корабля шло с ню лондона я был на этом месте откуда эти корабли шли пошел даже пообщался никто даже не духом не нюхом вообще о чем нет речи но людей похоронили то есть это нормально но как бы это отдельная тема это будет отдельная история и отдельное видео на эту тему надо будет сделать потому что вторая тема будет как я сказал 23 августа до годовщина 1942 год я очень удивлюсь вы правда удивитесь кто-то придет и в комментариях напишет такую что мы будем упоминать вот такие ну ладно это один час дел был так что это считаете что год я провел вы видите вот такой бой год ломая переломают оказывая спасая могу сказать уже какие же спасатели у меня есть и лайфгород старая моя то есть у меня в принципе держа спасателя есть как-нибудь 4 июля одену сниму себя покажу себя перед всем миром хотя нафиг оно и надо но не в этом дело то есть спасатель один туда есть спасался шкирятник некоторые кто знает кого спасал пришите скажите спасибо так что это нормально и буду спасать так что вы думаете что я остановился я только начал я такой человек если я начинаю буду пить до конца ну ладно теперь я вам расскажу что тут был занят знаю че мы издали на интервью в нью-йорк в компанию cvs на позицию аптекаря ну приходили разные приглашения вдруг мою жену пригласили я подумал надо поехать от меня это примерно час 30 час 20 это они называют это сити называют апстейк нью-йорком потому что это все равно считается ну как бы для меня это апстейк нью-йорк а значит мы там по катались по хочу это интервью было в полном чернушнике сказал нафиг она мне вообще удалось зашли съесть пиццу пицца в америке это нормальная вещь например в бруклине до сих пор скучаю по итальянским рисовым шариком называется райсбол это национальная итальянская еда ее кроме бруклина никто не готовит но вот скучаю иногда вот думаю как поеду в бруклин к другу блин он должен по моему приезду заказать райсбол с моего любимого места на авене юг но не знаю как то вы выкипусь туда в плюсе ящик заморожу дома буду иногда греться на настроение так было чудовно бруклин там 6 7 долларов большой шарик там мясо там все и рис и оно все вкусно обжарено это национальная итальянская пища значит у меня жена умудрилась было нашего дантиста она и сказала что там очень плохой зуб надо делать либо ротканал либо еще что-то но она так милюком посмотрела и я ездил доделывать зубы вот прошлый прошлую неделю она укатила в израиль на неделю так и моя жена умудрилась проломать тот зуб ну теперь начинается очень смешно значит мы я возвращаюсь оттуда в часов где-то три и в часов пять я думаю открываю у нас такая есть справочная в которой написано что вот в госпиталь принимает людей с острой болью хоть там до девяти вечера потом другая смена вступает донтисты как бы ученики юкана юна этот коняктиковский колледж по дэнтистри по стоматологам ну как нормальный человек говорящий по-английски как вы понимаете я там как-то в комментариях писал народ может что-то не знает я гражданин америки 20 чем-то лет то есть у меня проблем с языком вообще нет я иду туда говорю о ребята вот открывая поэтому и говорю хлопцы написано что вы сервис имеете они на меня смотрят такие ехидные и говорят а мы уже дантистов тут не держим берем почему а потому что только клиника она до пяти там где зуб ворвал я думаю охренеть можно просто вот просто охренеть но беру трубку начинаю искать думаю надо найти дантиста все таки все больно уже дни пока не болит но я у меня есть такое ощущение что болеть лучше скоро будет значит открываю книжку нахожу еще одну компанию звоню к ним они мне говорят а какая у вас страховка обычная delta dental of arkansas или там страховка компании walmart ну хорошо и начинает меня раздевать аж 400 долларов запойте я говорю я не понял я же на страховке когда мы вот так работаем я говорю идите ребята в жопу звоню следующим наконец дозвонился там архкомпания работала на то что когда больно люди могут заплатить они к этому привыкли что если там больно они придут бак собирать вы знаете что я же к этому ребят не привык я привык их раком ставить они на меня все смотрят и говорят ну нельзя же быть таким я говорю каким блин нельзя я вот простой человек может быть и русский но у меня американский паспорт то есть я говорю на их нем языке говорю чё сдурели там все полностью в мозге по это проколбасили или как приезжаем к доктору вот знаете никогда не был не могу сказать что я был на таком базаре но я слышал в молдавии есть такие молдавские базары там баба и огурцы друг другу продают одна дешевле вторая дороже длиннее и толще то есть как в анекдоте просто то есть не хватает только вот там кого хазанова кто там еще прикалывался капитально то есть сами напишите кто я просто не помню имен приколиста такого не хватает потому что нормальному человеку это не понять просто мы с ними начали обсуждать данную работу они решили выдрать зуб но доктор боится драть сам но очень хочет поймите копейку но просто очень него песика напоминает он тоже очень хочет кусок колбаски просто хочет блин это было что-то с чем-то короче выяснилось что в принципе то они могут выдрать только в четверг ну я извиняюсь за мой пардон закройте уши все рядом дети и бать мне позги полтора часа это было что-то с чем-то в конце концов мы выяснили что то что он предлагает делать я не буду он получит за свой appointment ровно 50 долларов по emergency кейсу с иншуренсом и мы направились искать на утро место где мы будем выдирать зуб наш базар молдаванский продолжался закончили с огурцами приступили к помидорам блин значит я позвонил что 10 докторов которые из вот сейчас будет самая самая америка сумма изменялась сначала 600 долларов пришла 180 как вам по страху очки значит что они хотели сделать за 600 долларов многие доктора не хотят работать делать эту страховку отправлять счета к ним они просто хотят бабки и когда они чтобы не стесняться и не заниматься все вот этой вот пальцы веером там и так далее они вам просто говорят вы нам заплатите кишаком налом а мы с вами потом с иншуренсом разберемся и вам денежку вернем я говорю нельзя же сделать проще выбирайте иншуренс как полагается и не занимаемся ахинеями но вы чего народ вы не на того напали короче я обзвонил пол базара чтобы понять что там творится нашел одного доктора не могу сказать что он чисто плювенный доктор потому что есть что все равно мелкий воришка щипачонок хотя и доктор хотя сейчас тут у меня друг обидится на меня скажет узбеков поливаешь чурка там узбекская настоящая то есть там далеко ходить не надо блин прямо вот ну выучился кто там у тебя денег дал офис свой открыл я не конечно не верю в чистые деньги но ладно не будем об этом короче 180 долларов мы заплатили счет был 480 долларов вот ребята вам жизнь в америке зуб выводрать зуб третий кто знает о чем идет речь то есть если вообще так вот я потратил на телефоне часов 5 не потому что вы сейчас скажете вот крохобор деньги не не имеет я имею деньги за это заплатить но деньги же должны платиться в разумном виде или мне каждому удаку оплачивать может мне просто вазелин будем подарить будет дешевле анал смажут и будут прыгать от счастья что саула сбежал понимаете я не знаю как может быть как-то те скажут вот такой язык такие выражения меня уже просто достала я вот сдерживаю смех в то же время от них тошнит ну ладно это было у нас вчера и позавчера сегодня хохма продолжалась но уже слабо не с докторами значит сижу я дома конечно я был ужасно усталый потому что у меня получилось что я жена не брала машину мне пришли самому ввозить ее я ездила от полтора часа в одну сторону полтора часа в другую сторону такой дэнбуре то есть это от нас где-то ну час где-то где-то но я беру полтора потому что был трафик был сумасшедший дом короче устал я капитал сидел я дома и кто тоже видел мои комментарии по поводу курьерской службы я намыливаюсь открыть свою контору по курьерским делам то есть я намыливаюсь партнером мы должны открыть для этой цели я в машину монтирую компьютер я сейчас направляюсь другу взять специальный инструмент чтобы открутить сиденье открутить сиденье и таким образом поставить компьютер мне в машину сначала в этом потом в сервис я сейчас на тойоте я сижу я сегодня усталенький весь в час уж думаю полежать поспать лишний час кстати потом я сделаю ревью еще народ я купил маленький холодильник у нас же жара дикая в сша и вот холодильник очень удобно и втыкается в 12 вольт в этот прикуриватель короче и можно на нем иметь всегда прохладную воду то есть когда вы едете вы можете два-три часа можно его включать в этот solar панель короче влазь на табло блин и он будет работать спокойно очень удобно могу вот именно советую хорошую штуку значит звонит компания индусы вообще давайте явно пред идею кто такие вообще чем здесь речь значит в индии пошла манера звонить американцам и просить с них бабло они наглые звонят например представляет с налоговой службой потом у них еще анекдот такое они налоговая служба принимает оплаты например карточками айтюнс значит айтюнс это программа которая стоит в интернете то есть там это как его apple айтун который можно перекидывать музыку фильмы там и так далее на ipad и айфоны а они берут gift card и перепродают то есть афера полная то есть там просто можно валиться со смехом ну короче где-то неделю назад я сидел на компьютере и как раз оформлял документы мы там читали с другом то что нам нужно было по поводу всех вот этих оформлительных вещей и всего остального короче мы все это дело изучали правильно чтобы правильно все сделать все было бы и тут ребят сейчас вы будете очень сильно смеяться мне звонят индусы говорят блин я вирус поймал смертельный помираю я им говорю ну хорошо а предъявном небольшое предисловие у меня появился чувак один хотел чтобы я сделал компьютер он поймал вирус инкриптор который инкрипи инкриптирует хард-драйвом и говорит заплати мне бабла я его раскрою у меня друг уже вчера когда я ему это дело все рассказал он сам держался за живот тихийка я просто говорит блин ну ты прикол сделал вот эти охламоны с индии говорят ну вирус поймал давайте мы к вашему компьютеру подключимся я говорю ну и через что вы думаете ангетим вьюеры горю охренительная тема значит и этому охламону когда пытался делать а нашел файлы которые трояновский были как он их поймал я не короче скинул у меня такая большая коробка и с флешками там разные вирусы я люблю такую коллекцию держать специально кстати вот по поводу ну короче в тюмьюер кто знает есть такая минута называется администрейшн луна вайс то есть я сделал себе админовский райт открыл окне окно и захуярил им извиняюсь за мой язык вот этот вот инкриптор слушаю думаю ну а он уже то есть я ему как бы когда я включил админ райц он не обратил внимание что админ райц были включены что я вам прошелся в десктоп и положил то в систем дориту на network блин эту пакость ну короче через минут 15 раздается крик мама родная там иконки начали все летать вышел такой чувачок инкриптор который год вот короче все вы попали ребята на 500 долларов сша короче я инкараптирую он по-достоящему инкриптирует ваш хардрай выключать не советую потому что потеряете вообще все короче я и так этих индусов короче вырубил всю всю весь под нет ворках не полностью ну а ребята короче начали мне мстить звонят блин вчера например звонили говорят вы хотите выиграть 500 миллионов долларов я говорю руби ты мне предлагаешь или доллары он г доллара я горю хорошо но ты должен мне за это прислать 15 карточек айтюна я горю ты знаешь я тебе могу присылать только полицию с точкой хочешь и течет 3 сыну потому что используешь мой сувор айпи это им прямо ментов те пришли тебе понравится я мужчины пишу рекомендацию чтобы они зале ботан надели на него презерватив и проверили как у тебя все работает половила трубку больше не было их слышно сегодня хлопцы меня поразили это было что-то они мне звонят я сваный хандрит номера номер 1 800 на color 1 выходит microsoft вот блин вы поймали вирус я вам говорю слушай придурок я работал когда-то на microsoft когда я начинал горю мы работали да ты хочешь меня сейчас позвонил в контору и сказал пацаны я вам фокус покажу вы сегодня будете до ночи там обхахер ваться а потом с утра вы будете в индии звонить я вам представляю что они с вами сделают потом просто ведь если я фото возьму с моего телефона и пришли просто скалор айдис знаете где текстом выходит кто вам звонит выходит microsoft и 1 800 и номер короче эти шалавы купили клин себе номера короче 2 и вот людей но она говорит не надо не надо меня на детей кормить я говорю рожать не надо в индии так дохера народ чудом планиц как я не знаю ежики в тумане ну короче я обхохотался сейчас ребятам хотите кто есть кто-то скажет выложи блин я пока не стираю как бы с айфона сделаю фото блин и вам выложу видео там будет этот номер микрософтский пейковский если хотите сделаю ну потешить вам скажу честно и очень потешно но в то же время это очень опасно потому что я знаю что у одного моего знакомого мама так подняла трубку и поехала в госпиталь с инфарктом и начали рассказывать что она денег задолжала на неконтакте хотя на пенсии закон вообще ничего не платит можете представить какие уроды но вот такой какой-то у меня вот такое вот видео как бы я обо всем и о тем готовлю себя праздновать сейчас будет memorial day я может поеду с ребенком куда-то обязательно поснимаю и мы вообще-то в мемориал да я думаю зайду в доллар и куплю я цветов и положим цветы снова к нашему танку обязательно потому что американские кто служили во вторую мировую войну они тоже многим многим мы им обязаны тем что да они открыли второй фрон может быть медленно может быть и так вовремя но я знаю я общался с людьми мне так повезло что я тут мог поехать пообщаться с ветеранами было очень приятно в вест-карфорде я тоже готовлю материальчик как вот что вообще кто-то об этом помнит и люди хотят и вот люди помнят и вообще как-то вот как-то по-человечески даже в одну женщину там в одной женщины слезы потекли на горш такое сложно было представить что такой русский есть который это все делает в канакте людей вот не просит за это ни цента я говорю я не могу просить из кого цен потому что я ребят считаю что это мой моральный дом так что что я вам могу ребята сказать ладно я приехал сейчас другу будем сейчас пытаться сделать мне машину это кстати на год так как у нас горный как горный ура он любитель уральской земли я не очень это помогут этот хилл-стрит у него ну ладно сейчас я тут припаркуюсь закончу с вами и веду адрес его ну что ребята еще раз всем хорошего дня хорошего времени суток давайте двадцать третьего числа мы как все россияне вспомним какой долг был сделан двадцать третьего числа сорок второго года что сделал советский союз давайте вспомним все и давайте будем помнить каждый год для того чтобы новому поколению не было чего забить в голову что мы бы оставали с вами русскими где мы бы мне жили какой бы стране хоть америка хоть south africa хоть израиль мы должны оставаться теми кто мы есть и нести нашу культуру чтобы наши дети знали наши законы американские законы хорошо все прелестно но мы должны знать наши правильно или по нашим законам ладно всем хорошего дня хорошего вечера и я еще хочу посмотреть когда было еще две вещи я обязательность этого сделаю программу я думаю на следующий год мы сделаем летние дни истории только советской и будем ходить на стрельбище у меня старая форма есть и вот будем позволять стрелять с того оружия объяснять и рассказывать потом я сделаю membership специальный музей где стоят и т-34 стоит и тигр туда мы будем ездить просто на день памяти ладненько это потом будет все я побежал